Предприятия республики осваивают новые ниши и продвигают инновации. Современными разработками электроэнергетической сферы сегодня познакомили и главу региона. Михаил Игнатьев посетил производственный цех завода АБСЗИМ «Автоматизация» и встретился с его работниками. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экономическая ситуация диктует свои условия предприятиям. Большинство отраслей сейчас нуждаются в инновациях. На этом заводе ставку на программу импортозамещения сделали давно. Последняя разработка – электроприводы с интеллектом. Здесь микропроцессорная контрольная, здесь все. То есть это интеллектуальный электропривод на минус 60 градусов. Можно под воду погружать и все будет работать. Ноу-хау помогли заводу выйти и на новые рынки сбыта. Мы огружаем не только Роснефть, это и ТАТ нефть, это и Башнефть, это независимая нефтегазовая компания, Сургутнефтегаз. То есть сейчас это для нас новые ниши. Производители обеспечены не только заказами, но и материалами. Сейчас здесь приобретают чувашский металл. Серьезно, откуда вы сейчас покупаете? Чувашский фторм нет. Откуда там? Да, в том числе, в Чувашский фторм нет. То есть мы собираем со вторички алюминиевые сплавы, привозим, расплавляем у себя печки. Устройства, произведенные здесь, поставляют на объекты ЖКХ, нефтяные заводы и даже атомные электростанции. Заказы поступают и из-за рубежа. Уже налажен экспорт страны СНГ, Африку и на Ближний Восток. Несмотря на сложности в реальном секторе экономики, у вас динамик хороший в этом году. Перевалите за 1 миллиард рублей и войдете в клуб миллиардников. Мы это тоже отслеживаем. Это значимо для всех нас. Почему? Потому что у завода перспектива хорошая, у рабочих тоже перспектива хорошая. Работники предприятия смогли задать Михаилу Игнатьеву вопросы. Жители микрорайона Садовый поинтересовались, как дальше будет развиваться этот жилой комплекс. Развязка строится, соответственно, мы его достроим. И дополнительные возможности появляются для комфортного проживания. Испективы там школы мы построим. И все те вопросы, которые поднимают жители, мы будем разрешать. Работников волнует и нехватка воспитателей в детских садах. Около трех тысяч воспитателей на территории города. Но где-то 200-300 вакансий. Эта проблема действительно есть. По привлечению молодых специалистов есть стимулирующая программа. До тысячи рублей мы выплачиваем. Михаил Игнатьев отметил, что для мотивации педагогов в республике сделано немало. Решать кадровую проблему власть региона продолжит. Воспитателям детских садов зарплату мы подняли 2,5 раза. Они раньше 7 тысяч, 8 тысяч получают. Сегодня получают около 18 тысяч. Еще одна интересующая работников тема – строительство спортивных объектов. Главе региона рассказали, что количество курящих на этом заводе можно пересчитать по пальцам. Каждый год здесь проводят и корпоративную спартакиаду. Принять участие в ней пригласили и Михаила Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.